экзорцизм или изгнание дьявола из человека обряд проводимый во всех религиях кто-то из нас считает что это полный бред страшные истории которые не стоит рассказывать на ночь что это мистика еще не познанная нами но реально существующие а кто-то полагает что всему виной психические заболевания привет всем меня зовут карецкий сергей и это за факты по мнению официальной науки одержимость не связана с чем-либо сверхъестественным является не более чем психическим расстройством называемым в медицине как а демономанией тем не менее христианство и некоторые другие религии все же признают бесноватость состоянием в котором человек полностью подчинен каким-либо сущностям настроенным по отношению к нему враждебно давайте же посмотрим на пять случаев экзорцизма и одержимости снятых на видео погнали история этой сенсационной передачи такова девушка по имени джина попала в психиатрическую клинику с диагнозом прогрессирующего психоза медикаментозное и психотерапевтическое лечение не улучшало состояние больной санц о бэйми и иррэйт альдо а я мэрэссэн сэнни холиспит и джоран айс дойди резкие перепады настроения от глубокой меланхолии до истерики видение двух якобы вселившийся в нее духов мужчины по имени зиан и женщины минга продолжали преследовать девушку и вот из телепрограммы американцы смогли получить представление что же такое этот обряд экзорцизм шесть часов ритуала были сжаты в динамичную 26 минутную телеверсию она содержала демонстрацию наиболее ярких моментов сеанса чередующихся с показом медитирующих экзорцистов и интервью со священниками гримасы девушки истерический хохот и рыдание свидетельствовали что она нездорово психически от идущего как будто из подземелья голоса зрителям становилось не по себе но он не смущал двух святых отцов взывающих к хозяину всего земного зла учителю ереси с требованием освободить джину закончился телевизионный сеанс изгнания дьявола следующей сцены привязанная кресло девушка блаженно улыбается к ней тянется рука экзорциста с распятием звучит вкрачивый голос святого отца поцелуй крест божий джина мама отведет тебя домой расслабься но исцелить джину так и не удалось она получила временное облегчение но вскоре и снова вернули в психиатрическую клинику следующий случай изгнания демонов произошел где-то на ближнем востоке по поводу этого видео почти нет никаких данных но есть информация что женщина одержима джинном джины мусульманской мифологии духи часто злые созданные из бездымного огня видео экзорцист спрашивает демона кто он на что тот отвечает что его зовут изу что произошло с девушкой дальше неизвестно эти кадры сделаны в азербайджане по утверждениям родственникам в эту молодую девушку тоже вселился джин над ней читает коран лицо девушки искажено в гримасе и она издает странные звуки брат и отец изо всех сил пытается удержать девушку на месте как рассказывают родные девушка постоянно теряла сознание и ей становилось все хуже такое состояние у девушки длилось 10 лет и никто не мог понять что с ней даже врачи после обряда экзорцизма ей стало легче и девушка вернулась к нормальной жизни возможно следующее видео многие уже видели но я просто не мог не включить его в эту подборку так как то что на нем снято выглядит поистине жутко в одну из больниц рио бразилия доставили мужчину зияющий раной на лице после выстрела однако он больше шокировал медперсонал тем что стал вести себя как одержимый сатаной доктор и другой медперсонал боялся приближаться к пациенту у которого из щеки текла кровь после того как ему выстрелили прямо в лицо он постоянно двигался в весьма необычной для человека позе кричал и кидался на присутствующих а когда его спросили кто он тот ответил люцифер возможно смуглый мужчина имя которого не называется и который выглядел точно как зомби находился под действием наркотиков ну и пожалуй самый известный случай экзорцизма анализа михель 1976 год хоть в этом случае нет видеозаписи зато осталось множество фото и аудиозаписи анализа известна тем что по мотивам ее жизни был создан фильм 6 демонов эмили девушка страдала нервным заболеванием с 16 лет до самой смерти в 1976 году причиной которой по крайней мере коственной считается ритуал по изгнанию дьявола во время их проведения анализа разговаривала на нескольких языках и разными голосами одновременно ее родители и два священника проводившие ритуал были позднее обвинены в неумышленном убийстве изгнание проводилась пастором арнольдом рэнсом под идейным руководством епископа йозефа штанглия ритуал закончился смертью девушки очистившаяся от сатанистской силы душа анализы сказал пастор убитым горем родителям покойной вознеслась к престолу всевышнего очень многие люди считают что она на самом деле была одержима дьяволом в целом одержимость это реально существующая проблема а не средневековая легенда но вот действительно ли в людей вселяется демоны или это всего лишь психические заболевания решать вам на этом у меня все обязательно пишите в комментариях свое мнение по этому поводу и если видео понравилось ставим лайк если нет дизлайк но в любом случае подписываемся на канал берегите себя и своих близких пока